Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. В городе Мариуполь группировка российских войск и подразделениями Народной милиции Донецкой Республики в результате наступательных действий полностью освобожден от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича. Сегодня ночью высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. В результате удара Пужилянского машиностроительного завода «Визор» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет. Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Городня Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климову в Брянской области. В районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области сбит в воздухе истребитель Су-27 Воздушных сил Украины. Также в районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливая, Чернобаевка, Черновой Сокол сбиты 8 украинских беспилотных летательных аппаратов. В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 7 объектов противника. Среди них в районе Ясеновое уничтожена пусковая установка тактических ракет Точка-У и пункт временной дислокации украинского националистического формирования, в том числе до 20 единиц бронетанковой техники и до 50 националистов. В районах населенных пунктов Деркачи, Новая Елизаветовка, Повстанское уничтожены скопления украинской военной техники и вооружения. В населенных пунктах Николаев и Порутина уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива. Ракетными войсками в населенном пункте Изюмская в Харьковской области в результате удара ликвидирован отряд наемников польской частной военной компании. Уничтожены до 30 польских наемников. Также нанесено поражение 221 объекту, в том числе 12 пунктам управления, 176 опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника. Подавлено 12 огневых позиций артиллерии. Оперативно-тактической авиации в течение ночи уничтожены 13 военных объектов Украины. Среди них 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения и 10 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники. Армейской авиации в районах Гусаровка и Волобоевка уничтожены скопления живой силы и украинской военной техники, в том числе 3 опорных пункта, 9 единиц бронетехники и автомобилей различного значения. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 456 беспилотных летательных аппаратов, 2213 танков и других боевых бронированных машин, 249 установок реактивной системы залпового огня, 966 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2110 единиц специальной военной автомобильной техники.